Спорт играет немаловажную роль в воспитании молодежи. Это неотъемлемая часть полноценного образования. В этом твердо убеждена Гильдобот. Она сама очень любит спорт и занимается им всю жизнь, пусть и не профессионально. В спортивных кругах ее уважают и чтут. Мы вас хотим поздравить, пожелать вам теплые слова. Вас все очень любим, уважаем. Крепкого здоровья. Спасибо. Неудивительно, что именно Гильдобот выпала честь нести по городу факел с Олимпийским огнем в 2014 году. Когда вопрос стал о кандидатурах, кто будет нести факел Олимпийских игр, я как бы один из первых сказал, что да, самым достойным человеком из нашего Одинцовского района я считал Гильду Александрову. И я был очень рад, что ей доверили такую большую честь нести факел Олимпийского огня, Олимпиады в Сочи. Встречу с Гильдобот организовали представители спортивной общественности Одинцовского района, бывшие и нынешние руководители спортивных школ, заслуженные тренеры и начинающие молодые спортсмены. Многие благодарили Гильду Александровну и делились теплыми воспоминаниями. Я прекрасно помню, когда запускали программу здоровья и вы пришли в школу номер 3, и сели на велосипед, и всех шокировали сразу, и у всех сразу все вопросы о физической подготовленности начальника управления образования отпали. Действительно, Гильда Александровна сделала немало для развития детского спорта в Одинцовском районе. Когда я начинал работать, была одна спортивная школа, а когда я уходила, было 11, если я не ошибаюсь, 10 или 11. 11 было спортивных школ, потому что Владимира Ивановича школа уже была 12. Вот сколько было создано за период 20-летней истории, будем так говорить. Все эти школы продолжают работать и развиваться. Благодаря тому, что Управление образования в свое время поддержало спортивные школы, сегодня в нашем районе существует хорошая учебная база, на основе которой воспитываются тысячи спортсменов-одинцовцев. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».